Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Завожим хаплаки у мертвых, разбиваем молнии» мы рассказываем вам обо всем, что связано с работой мозга, с психическими расстройствами, с их лечением, самым разнообразным, включая психотерапевтическое. Но сегодня мы будем говорить о том, как лечится различные расстройства с помощью нового препарата, который у нас появился. Это новый ноутроб, который называется «Проспекта». На самом деле, я всегда призываю вас подписываться на наш канал, потому что кто еще будет так следить за новостями, которые происходят на нашем фармацевтическом рынке. Надо вам сказать, что нам в этом помогают всегда наши зрители. И вот они нам написали о том, что появился препарат «Проспекта», который ничем не отличается от препарата «Тенатен». Мы специально для вас сравнили, взяли две инструкции, и действительно, на первый взгляд, все совершенно похоже. То есть, вроде бы, они на тот же препарат. Антитела к мозгоспецифическому белку С100 мы расскажем вам, что это за белок, зачем он вообще нужен, что такое антитела. Но обратите внимание, есть отличия. Эти отличия заключаются в количестве препаратов. Вот здесь появляются, появляются в проспекте, появляются какие-то ЕМД, единицы модифицирующего действия. А там просто сказано, что наносятся на лактозу в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более 10-15 нанограмм на грамм активной формы действующего вещества. Почему это очень и очень важно? Это очень важно, потому что я являюсь, на самом деле, давним сторонником «Тенатена». Пожалуйста, посмотрите, у нас есть специальный плейлист на этот счет. Почему? Я считаю, что этот препарат очень хорошо использовать для самолечения. Дело в том, что в этом препарате, вот этого самой фармацевтической субстанции, этих самих антител, фактически нет. То есть, не фактически, их вообще нет. Потому что масса этой самой фармацевтической субстанции, масса активного вещества, не больше сопоставима с одним атомом водорода. Понятно, что антитела – это целый белок. Конечно, они не могут быть одним атомом водорода. Соответственно, никаких антител в «Тенатене» нет и быть не может. И очень, и это очень-очень здорово. Почему? Для самолечения очень здорово. Потому что мы создали специальную шкалу рекомендаций по самолечению. Видите, она бальная шкала. Если чем меньше баллов набирает препарат, тем лучше. 0,2 балла – это сильная рекомендация для самолечения. 3,5 баллов – слабая. 6,8 баллов – такая рекомендация вообще отсутствует. И если мы будем говорить с вами о «Тенатене», посмотрите, пожалуйста, у нас есть специальный ролик на этот счет. Несколько роликов мы сравнивали различные ноутропы между собой. Вот по этим критериям. Первый критерий – активная субстанция. То, что действует, да, фармацевтическая субстанция. Она есть или ее, собственно говоря, нет, или она в ничтоженном малом количестве? Ее просто нет, она отсутствует. Проникает ли этот препарат в мозг? Конечно же нет, потому что активной субстанции отсутствует, ничего не проникает. Могут ли быть какие-то побочные эффекты со стороны центральной нервной системы? Конечно же нет, потому что там нечего воздействовать. Конечно же у этого препарата могут быть аллергические реакции, потому что кроме отсутствующей субстанции активной, там есть различные красители, есть вещества, которые добавляют этому объем, потому что, сами понимаете, если мы будем с вами принимать пустоту, то пустота, она, собственно говоря, приниматься не будет, поэтому нужно хоть какое-то ощущение создать. Так вот, конечно же, мы говорили о том, что рекомендации по самолечению у Тенатена сильные, всего один балл набирает, еще раз говорю, за счет аллергических реакций, гораздо лучше, чем, например, Миноплант, то есть, потому что там могут быть побочные эффекты, достаточно серьезные со стороны центральной нервной системы. Здесь это практически исключено, поэтому я и говорил о том, что этот препарат отлично можно использовать для самолечения. А теперь появляется новый препарат Проспекта, вроде бы то же самое, но откуда-то вот эти ЕМД, единицы модифицирующего действия. Вообще-то говоря, мои попытки найти единицы модифицирующего действия, они ни к чему не привели. Действительно, есть вещества, которые дозируются в так называемых международных единицах, или иногда они же называются единицами действия, то есть МЕ, ЕД. Обычно это касается витаминов, гормонов, некоторых лекарств. Что, собственно говоря, здесь дело? Не в граммах. Это доза биологически активного вещества, наименьшая доза биологически активного вещества, способная дать объективно регистрируемый физиологический или терапевтический эффект. То есть обычно Всемирная организация здравоохранения, она устанавливает определенный стандарт. То есть вот в таком-то эксперименте должно произойти то-то и то-то, чтобы была зафиксирована вот эта единица действия, или международная единица. На самом деле международной единицей не является. Во многих странах эти стандарты, они могут существенно отличаться, дозы могут существенно отличаться. Но вот единица модифицирующего действия я так и не нашел. Скорее всего, единица модифицирующего действия – это выдумка фармацевтической компании. Но, к сожалению, и да, и понятно, что это не выдумка фармацевтической компании, то ничего в этой самой проспекте нет, так же, как и в Тонатене. Но все-таки определенные опасения создаются. Поскольку все-таки какие-то 10 тысяч непонятных единиц. А вдруг там все-таки что-то присутствует? Надо вам сказать, что мы очень ответственные люди на Психфарм ТВ. Мы тщательно подходим к разбору таких ситуаций, потому что дело ведь идет фактически о самолечении. То есть можете использовать этот препарат для самолечения или не можете. Очень ответственное дело. Поэтому давайте с вами рассмотрим, что такое антитела к этому самому мозгоспецифическому белку С100. Ну, что такое антитела, к счастью, я думаю, все теперь знают. Если бы я начал рассказывать еще тому 3 года назад, что такое антитела, то, наверное, никто бы меня не понял. Теперь в ковидную эпоху все знают, что антитела – это хорошо. Потому что если у тебя есть антитела, то ты в определенной степени защищен от коронавируса и тому подобное. Так вот, что такое антитела? Это так называемые гликопротеины. То есть вещества, которые состоят из белка и сахаров. Они находятся на поверхности лимфоцитов, клеток, которые отвечают за иммунитет. Они свободно плавают в сыворотке в крови, в тканевой жидкости. Потому что что, собственно говоря, они делают? Они используются, эти антитела, для того, чтобы сесть на вирус, на какой-то чужеродный какой-то объект, на бактерию, обозначить его. А некоторые антитела могут и сами этот самый чужеродный объект уничтожать. То есть основная задача, вот то, чтобы вы запомнили, антител – это обозначить и уничтожить чужеродный объект. То есть уничтожить врага. Ну, обратите внимание, вот сейчас у нас появляются рекомбинатные моноклональные антитела к SARS-CoV-2, то есть к вирусу COVID-19. Вот видите, они имеют ту же самую форму, такая рогатка. Вот они обладают способностью связываться с вот этими шипиками. Шипики – это так называемый спайк-белок этого самого коронавируса. Мы об этом рассказывали. И прикрепляясь к этим самым шипикам, они просто не дают этому самому коронавирусу куда-либо проникать внутрь клетки. Вот что такое антитела. Теперь вы скажете, а если мы, эта самая проспект, ведь она принимается в виде рассасывающей таблетки, то есть она принимается перорально. Вот эти антитела могут попасть из желудочно-кишечного тракта в организм или не могут? Конечно же не могут, потому что это большие достаточно белки. Если они, конечно, есть в этой самой таблетке. Но мне могут возразить, скажут, а если у меня так называемый дырявый кишечник? Мы много об этом раз, или там дырявый желудок, мы много раз об этом говорили. Дырявый кишечник – это синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Когда вот эти самые наши кишечные клетки, вот эти плотные контакты, они становятся очень-очень слабыми. Внутрь могут заходить, минуя клетку различные вещества. А вдруг эти самые антитела, вот эти подозрительные тысячи ЕМД, могут проникать внутрь нашего организма и оказывать какой-то эффект. Ну, надо вам сказать, что эту возможность можно совершенно спокойно и доказательно опровергнуть. То есть, на самом деле, даже если в этой самой проспекте что-то есть, проникнуть в нас это никак не может. Обратите внимание, инструкция. Чувствительность современных физико-химических методов анализа, они перечислены, не позволяет оценивать содержание действующего вещества препарата проспекта, биологические жидкости хородных тканей ввиду специфического состава препарата. Ну, это имеется ввиду, смотрите, то, что мы вам процитировали, что делает технически невозможным изучение фармакинетики. То есть, на самом деле, уловить эти самые антитела в организме невозможно. Раз невозможно, значит их нет. Почему это так? Ну, потому что антитела вирусу SARS-CoV-2 еще как возможно уловить. И вы все знаете, что есть на этот счет специальные анализы. Многие этим анализом пользовались. Поэтому, на самом деле, если антитела у нас с вами в крови есть, то есть, они проникли в нашу кровь. А как они проникают в нашу кровь? Конечно же, они проникают в нашу кровь инъекционно. Почему это так? Еще раз говорю, потому что если бы их принимали перорально, то они бы, собственно говоря, довольно быстро были инактивированы в желудке сначала. И никак бы не всасывались. Еще раз говорю, к счастью, в нас крупные белки, они всосаться не могут, потому что они подвергаются распаду. Так вот, иммуноглобулины, они измеряются в крови. Обратите внимание, их выявить можно. Если иммуноглобулины, которые антитела, которые находятся в составе проспекта, не выявляются, то их там просто нет. К счастью, есть еще один барьер. Мало того, что желудочно-кишечный тракт является барьером. То есть, вы принимаете таблетку проспекта, и даже если там что-то и было, то все равно бы внутрь не проникло. Но есть еще один барьер, он очень важный. Он называется гемотенцефалический барьер, который не так-то просто туда внутрь проходят чужеродные белки, гликопротеины. Даже если это гемотенцефалический барьер, дырявый, в силу каких-то там переносимых пациентом инфекций или каких-то заболеваний. Почему я так с уверенностью говорю, что антитела к мозгоспецифическому белку С100, то есть проспекты, не проникают в головной мозг? Обратите внимание, я так говорю, потому что я знаю, что такое белки С100. Вот кто-то из наших зрителей, снимая шляпу, нашел рассказ о том, как я выступаю о препарате Тонатен лет 5 тому назад. Есть она где-то, к сожалению, он не прислал ссылку, поэтому я не могу ее разместить в описании ролика. Но я думаю, что если вы приложите определенные усилия, то вы это найдете. Так вот, на самом деле, вот то, что я рассказывал, здесь очень-очень применимо. Я сейчас просто кратко тезисно повторю. Что такое белок С100? Это белок, который синтезируется в астроцитах. Это клитки глии, которые питают наши с вами нейроны. Дело в том, что наши с вами нейроны не питаются из крови. Вот это большая очень ошибка. Это многие всякие химики, которые считают, что есть хроническая шимия мозга. Депники, которые считают, что есть дисталькураторная энцефалопатия. Они считают, что нейроны питаются кровью. Нет. Нейроны подпитываются глией. Вот глией получает необходимые вещества из крови, а нейроны сами с кровью вообще никак не контактируют. Так вот, синтез этого белка С100 осуществляется в астроцитах, то есть клетках глии, которые поддерживают эти нейроны. Дальше эти белок С100 проникает внутрь нейронов, и дальше он способствует обменным процессам, он формирует мембрану нейрона, он способствует работе различных рецепторов. В данном случае здесь показаны гамка рецепторов, на самом деле многих и других рецепторов. Пожалуйста, вы можете почитать инструкцию. Но, что очень и очень важно, вот почему я могу точно совершенно утверждать, что в проспекте, даже если и есть какие-то антитела, то в головной мозг они точно не проникнут, потому что в инструкции совершенно четко описано, что такое белок С100. Он обладает ноотропным, то есть улучшает когнитивные способности, обладает нейропротекторным, то есть защищает нейроны, и обладает нейротрофическим, то есть питает нейроны эффектами. То есть он обладает целым рядом полезных эффектов. А что такое антитела к этому самому белку С100? Они призваны этот белок убивать. Соответственно, если вы у себя в головном мозге будете убивать полезный белок, то тогда у вас будут побочные эффекты и достаточно серьезные. К счастью, ваши джедайские штучки ни на кого эта самая проспекта подействовать не может, потому что побочные эффекты, возможные реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, ну то есть, грубо говоря, к наполнителю, к веществам, которые дополнительно даются для того, чтобы заполнить эту самую пустоту, в редких случаях препарат может вызвать ценой. Все, никаких других побочных эффектов со стороны центральной нервной системы нет. Еще раз говорю, а ведь это антитела, которые на самом деле уничтожают очень и очень важный белок, который нужен нам для поддержания когнитивной функции, для поддержания работы нейронов. Ну, соответственно, мы можем сделать вывод, что проспекта это не бренд, это не дженерик, это не бат, это настоящая гомеопатия. То есть, такая же настоящая гомеопатия, как и тенотен. Поэтому, если быть серьезным, на самом деле я серьезно это абсолютно говорю, у нас рекомендация по самолечению проспекта, по самолечению препаратом проспекта очень сильная. То есть, всего лишь один балл. Вы видели, что в некоторых случаях очень редко, ну понятно, что бывают аллергические реакции, они бывают на все, бывает очень редко сомневались. То есть, все, больше никаких побочных эффектов нет, то есть, это 1-2 балла по нашей с вами шкале, и в результате, конечно, рекомендация по самолечению очень-очень сильная. Вы можете использовать проспекту вместо тенотена. Другое дело, нужно ли использовать проспекту вместо тенотена, мы рассмотрим в следующем ролике, потому что здесь вмешиваются различные экономические факторы. Как всегда, в конце своей мини-лекции я прошу подписывайтесь на наш канал. Кто еще будет вам рассказывать, можно этот препарат использовать, есть там что-то в этом препарате, вам напишут какие-нибудь ЕМД, и вы будете этому верить. Мы обязательно вам будем об этом рассказывать. Пожалуйста, пишите нам комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, вы в его описании найдете реквизиты счета. До новых встреч!